Какая-то определенная сила, прям, это даже не описать словами, какая-то огромная семья. Такой какой-то оплот безопасности, в котором тебя точно поддержат, точно поймут, где точно такие же люди, как ты, энергичные, творческие. Такие позитивные эмоции, прям вообще счастье какое-то переполняет. И грусть в то же время, что надо будет расстаться. Классно, это, конечно, надо испытать хоть раз в жизни, вот такой кайф надо испытать. Музыка Меня зовут Екатерина, мне 34 года. Я была помощником генерального директора очень долго, административным работником. Мне это было дико скучно, в последние годы особенно. Она мне была, исчерпала я себя. Меня зовут София Павлова, мне 26 лет, я живу в городе Красногорск. Занималась я раньше изготовлением фотокубиков. У меня был проект, который... Мы, в принципе, изготавливали такую сувенирную продукцию, можно сказать. Меня зовут Сукачева Любовь Сергеевна, мне 18 лет. Уже где-то в шестом классе я уже точно знала, что мне нравится. И уже приближение к восьмому, к девятому я уже решила то, что надо попробовать в такой бьюти-сфере. В колледже я не получила основной информации, толком я вообще ничего не умела. То есть я ушла, я нулевая была. Сюда я пошла с нуля, так как ножницы я умела держать. Что-то фен я тоже отучилась на укладке салонной и так далее. Это основное я уже умела. А вот чтобы стричь и пойти работать, я вообще ничего не умела. Ну и вот решила сюда переучиться прийти. Так как я увлекаюсь психологией, смотрю различные видео и так далее, психологи. Они же все сейчас говорят о том, что найди себя, вспомни мечты, кем ты хотела быть в детстве и так далее. Занимись любимым делом. И когда дело любимое, оно обязательно будет приносить деньги. Вот я решила попробовать себя здесь, потому что я всегда любила все, что связано с парикмахерской деятельностью. Ощущения в первый день были очень разные. Начиная от какого-то животного страха перед чем-то новым, заканчивая эйфорией, когда у тебя получается. И получается очень хорошо. Я испытывала страх, естественно, потому что было очень страшно, как у меня получится, а вдруг у меня не получится, вдруг это не мое, может я зря сюда пришла, а потом как-то все постепенно. Но настолько преподаватели с первого дня внушают доверие, что у нас все получится, это всегда они нам говорят, на протяжении всего периода у вас все получится, вы ничего не бойтесь. Настолько уверенность, прям сразу нас зарядили уверенностью, что страх прям практически сразу пропал. И мы сразу же начали стричь, соответственно, на людях. Естественно, в первый день я как-то себя не уверена, в последний день ты ощущаешь себя уже реально просто мастером. То есть ты уже знаешь, что ты пойдешь в салон работать, ты сидишь, ты понимаешь, что ты возьмешь и пострижешь, ты уложишь, ты красиво это все сделаешь, и клиент уйдет довольный. И это прям классно. Я пришла сюда моделью, для того, чтобы изнутри понять, что здесь происходит, что мне важен климат-микроклимат в организации, в любой. Я пришла моделью, все, я зашла, я понимаю, что я хочу здесь, я хочу быть в этой команде, я хочу здесь присутствовать и как-то себя чувствовать частью этой всей системы. И это вот меня захватило все. Сюда попадаешь и уйти невозможно. У нас одна девочка правильно описала состояние, когда ты первый раз стрижешь. Она сказала, внутри я ору. Мне очень это было близко на самом деле, потому что внутри у тебя такая буря эмоций, тебя переполняет. Я сначала сомневалась, как за такой короткий период. И я спрашивала, неужели после этого можно прийти в салон и прямо работать начать. И реально я сейчас понимаю, что да, настолько здесь все знания предоставлены как нужно. И никакой воды, вот это очень важно. В краткие сроки, в сжатые, потому что мы сейчас живем в таком времени, что нет времени. Нет времени, особенно когда ты не 16, тебе не 18 лет. Ты должен действовать здесь сейчас и быстрее. И вот это круто, что здесь так сформирована база. Это очень круто, на самом деле, эти техники, которые делаются по анатомии головы и по росту волос. И они сами по себе будут укладываться, естественно. То есть ты проснешься, ты будешь красоткой. Техника Деметриус настолько понятна, настолько систематизирована, что ошибиться очень сложно. Очень сложно. Все по схеме. Действуешь по схеме, схема всегда одна, отлаженная. И ошибиться очень сложно. Интересно то, что ты не просто один раз прошел определенную стрижку, отработал ее. Ты сначала отрабатываешь один раз, потом второй волной ты отрабатываешь второй раз. И третий раз заключительный ты уже делаешь это на экзамене. То есть у тебя путем такого закрепления, путем такой системы обучения, ты уже в конце, даже если ты очень тупенький и тугой, ты все равно это освоишь. Хотела бы сказать спасибо огромное, конечно же, нашим тренерам. Ассе Азизовой и Светлане Августинович. Они бесконечно просто навсегда в нашем сердечке. Это, конечно, удивительно, что вообще никаких у нас ни разногласий не было. И настолько они каждому могут найти подход. И научить даже тех, кому очень сложно вырастить таких тренеров, молодцы. И огромная благодарность. И я думаю, что школа будет процветать. И будут все новые ученики приезжать. И техника будет процветать. Потому что действительно все, кто пробовал стрижку, наши модели годами ходят. И им нравится носить эти стрижки. И мы будем, соответственно, в массы эти стрижки дальше распространять. Это классно. Какой совет я могу дать людям, которые не могут определиться? Ну, наверное, первое, естественно, ничего не бояться. Не бояться поменять свою жизнь. Никогда не поздно. Надо как-то перебороть эту линию, какую-то пропасть. И перешагнуть ее. Ну, не прямо в пропасть. Но перешагнуть свой страх. И попробовать что-то новенькое. Не бояться этого. Всем вперед, кто хочет. Не бояться. И пробовать. И школа классная. И настолько, конечно, эмоции переполняют всех сейчас девчонок у нас. И да, будем возвращаться. По-любому будем возвращаться. Я вот сегодня только задумалась и словила себя на мысли, что у меня почему-то ассоциации с каким-то детским лагерем. Такой какой-то оплот безопасности, в котором тебя точно поддержат, точно поймут, где точно такие же люди, как ты, энергичные, творческие, молодые. Тоскливо покидать такой лагерь, честно говоря. Я бы училась тут бесконечно. Но приходит время, когда нужно взрослеть и идти дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok